Широкая, сытная, веселая. И это все о Масленице. 10 марта ее отмечали в больших городах и маленьких деревнях и селах, потому что все уже очень заждались весну. В Гаврилов Посаде проводить зиму на центральную площадь пришли и взрослые, и дети. По древнему обычаю мы сжигаем чучело, которое символизирует зиму. Мы его сжигаем, тем самым провожаем холода. В каждый дом приходит благо. Обычно мы ее празднуем очень весело, широко, потому что это народный праздник, народное гуляние. И я хочу от всего сердца поздравить всех жителей этого города и нашего района с этим весенним праздником, пожелать им счастья, благополучия и весеннего настроения. Найти занятие по душе может каждый. Например, принять участие в конкурсе, всех в нем победить и уйти домой с подарком. Можно пообщаться с мастерами кузнечного дела. Этим ремеслом с древних времен славилась именно Гаврилово-Посадская земля. Кузницы обслуживали и потребности населения, и нужды царской конюшни. Умельцы не перевелись и сегодня. Ну и какая же масленица без блинов? Здесь, в Гаврилово-Посаде, они особенные, цветные. Ну, любая масленица всегда у нас привыкла с блинами. Вот, так мы работаем с детишками в Центре Русского Народного Творчества. У нас очень много студий, изобразительного искусства, роспись по дереву. И нам пришла мысль такая, детей удивить цветными блинами. Мы решили добавить таких вот красивых цветок растителей, и они пошли на ура. Дети приходят, слушают, бегут сами. Им нравится, с удовольствием едят. Есть здесь еще одна традиция, которой много лет. На праздник приезжают три богатыря на конях. Зрелище которого ждут все жители района. Илью, Добрыню и Алешу везут красавцы, владимирские тяжеловозы. Породу вывели в Гаврилово-Посаде в 40-е годы прошлого века. Эти кони сыграли большую роль в восстановлении страны после войны. Они у нас традиционно по нашему историческому периметру города проходят. И своей красотой удивляют и нас, и наших гостей. В этом году у Гаврилова-Посадского района и его жителей особенный юбилейный год. 585 лет, как зафиксировано первое упоминание о селе Гавриловское. И 230 лет, как Екатерина II присвоила территории статус города. Большой праздник запланирован на 3 августа. Обещают масштабный фестиваль с выступлением Владимирского тяжеловоза и реконструкцией исторических событий. Анатолий Логинов, Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо большое. Всех с праздником. Спасибо.